В Париже состоялась 162-я сессия Генеральной Ассамблеи Международного Бюро Выставок. Казахстанская делегация представила на ней подробный доклад о результатах Экспо-2017 и поделились опытом организации масштабного мероприятия. Возглавил делегацию глава нацкомпании «Астана Экспо-2017» Ахмеджан Есимов. Именно здесь, в Париже, в здании МБВ, пять лет назад было принято важное для нашей страны решение. «Астана» стала местом проведения международной специализированной выставки Экспо-2017. И сегодня в отчетном докладе на сессии 162-й Генассамблеи МБВ глава нацкомпании «Астана Экспо-2017» Ахмеджан Есимов заявил об успешных результатах ее проведения. Нам предстояло решить три основные задачи – обеспечить участие более 100 стран и 7 международных организаций, привлечь более 2 миллионов посетителей и провести мероприятия на высшем уровне. И сегодня мы с гордостью можем отметить, что все поставленные задачи были успешно решены, а цели достигнуты. Отметил Ахмеджан Есимов. В нашем Экспо приняли участие 115 стран и 22 организации, а количество посетителей превысило план в два раза и составило почти 4 миллиона человек. Только национальный павильон Казахстана «Нур-Алем» посетили 1 миллион 300 тысяч человек. К нам приехали иностранные туристы из 187 стран. Глава нацкомпании подчеркнул важную роль МБВ в успешном проведении выставок Экспо во всем мире. От имени президента нашей страны Нур-Султана Назарбаева Ахмеджан Есимов вручил генеральному секретарю Международного бюро выставок Висенте Лосерталесу орден до стих второй степени. Как уже здесь отмечает руководство Международного бюро выставок и страны, которые участвовали у нас, они все отмечают высокую организацию и то, что Казахстан достиг тех задач, целей, которые он ставил перед началом выставки. Кроме того, в ходе подготовки и проведения выставки мы всегда ощущали большую помощь, поддержку, хорошие советы, которые нам давало Международное бюро и, прежде всего, руководитель господин Лосерталес. И в знак признания его заслуг глава нашего государства наградил его орденом до стих второй степени. Большое спасибо президенту Республики Казахстан. Для нас это большая честь и мы очень тронуты этой наградой. Это плод многолетнего, очень тесного сотрудничества не только с самим Экспо, но и с президентом и правительством Казахстана. Это показывает глубину нашей дружбы и то, что наши взаимоотношения не только профессиональные, но и очень близкие. Мы очень благодарны за удостоенную честь. Это открывает новую главу отношений между Международным бюро выставок и Казахстаном. В отчете о проведении нашего Экспо прозвучали цифры об экономическом эффекте от него. Так, рост ВВП страны за время подготовки и хода выставки вырос на 4,3%. На 70% увеличился выпуск товаров, а спрос на туруслуги вырос почти на 80%. Уникальные объекты выставки сохранят в качестве ее наследия. На месте Экспо создадут финансовые, образовательные и туристические центры. И сегодня же здесь, в здании МБВ, объявят страну и город проведение следующей после Астаны международной специализированной выставки Экспо-2022. О результатах тайного голосования всех стран-участниц МБВ мы сообщим чуть позже. Пока же известно, что на это право претендуют Польша, Аргентина и США. Жанна Тернежо, Март Ахметов, Хабар 24, Париж, Франция.